МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера. Пора узнать главные новости этого дня. Вы смотрите подробности в студии Алексеев. Гройсман не даёт добро. За что торгуется со своей же фракцией кандидат в премьеры? Кто на царство? Подробности изучали круг претендентов на министерские портфели. Вращебный приговор. К Савченко допустили российских медиков. Вспомнили те или нет о клятве Гиппократа. Вольная для мошенника. Организатор аферы с элита-центром выходит из СИЗО. Президент им не указ. Народных избранников, похоже, не слишком испугал ультиматум Петра Порошенко. Тот грозил распуском парламента в случае, если сегодня не будет разрешён парламентский кризис. Итоги дня. Кризис усугубился. Насколько глубоко и кто тому виной, Екатерина Лысенко расскажет. С началом парламентского дня самой большой фракции блока Порошенко нет в сессионном зале. С утра они за закрытыми дверями заседают всем составом, обсуждают новый Кабмин. Чуть позже к депутатам приезжает и президент. Кому какой портфель отдать, избранники слышат от пока ещё спикера Гройсмана. А на выходе нардепы говорят, наконец им имена озвучили. В присутствии президента он огласил свой состав Кабминета министров и попросил поддержать именно этот состав. Есть много людей, про которых мы не знаем. Во-вторых, многие люди, которые оказались, скажем так, на удивительных позициях. Плюс две позиции ещё не закрыты. Министерство топлива и энергетики до сих пор мы не знаем, кто будет возглавлять. Надеемся, что мы сегодня получим внесение от президента на кандидата на посаду премьер-министра и достигнем сегодня его подтвердить. Ещё там, за закрытыми дверями, фракция БПП пополнилась нардепами. Сегодня спас. Через три месяца будет трёх по-другому. Можливо. За мной уже консультация уже три недели. Первая разговор с Володимиром Гройсманом была близко трех недель назад. А решение было принято вчера, ухвалено в 8 вечера. В сессионном зале уже в обед анонсируют кадровые вопросы. Но опять всё затянулось. Краина втомилась от постоянной кризи. Украинцам нужна влада, которая может полившить их жизнь. Украинцы мрят про европейский уровень жизни. Но влада против двух лет уничтожает эти перспективы, уничтоживая реальный сектор экономики и уничтоживая уровень жизни украинцев. Уряд и парламентская большинство загнали краину в экономический и социальный ступор. Мы официально возвращаемся к фракции Блоку Петра Порошенко. Негайно подать на высунение от коалиции кандидату премьер-министра и склад нового уряда. Кабмин снова делят по квотам. Фронтовикам отходит сразу пять ведомств. Один из кандидатов в Министерство экологии признается, от экологии далек. Решение скорее политическое. Подход нашей фракции Народного фронта и так же фракции Блоку Петра Порошенко продиктовано тем, что мы шукали людей, которые имеют достатный опыт политической работы, которые имеют достатный опыт парламентской работы, в том числе урядовой. И именно так подбирались те люди, которых фракции пропонували. Но даже к обеду все кадры не согласовали. Не определились, кто возглавит Минэнерго, Минздрав и Министерство экономики. Тем временем в стенах парламента решали, как увольнять Яценюка. На профильном комитете рассмотрели заявление, пока еще премьера, и решили заодно пакетом и оценить его работу заново. Отменить поставленную двойку за отчет. Мы никогда не поддерживаем под никаким соусом скасование постановы о выяснении работы уряда незадовольной. Это то, что планируют сделать. И это просто, знаете, дуть на холодный. Только для того, чтобы чинный премьер-министр мог политически рассказать народу, что работа уряда парламентом вызнана задовольной. И за такие батьки еще наголосовать не собираются. Мы в самом начале, вы помните, что в осень инициировали отставку премьер-министра Арсения Яценюка. И считаем, как бы до нас тогда дослушались, мы могли бы створить по-справшему сильный независимый уряд. Втем, лучше поздно, чем никогда. А по итогам, все кадровые решения отложили на вечернее заседание. В обед, к примеру, тот же Блок Порошенко пошел встречаться с потенциальными министрами. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Иван Нермаков. Подробности телеканал Интер. Оправдались ли надежды на плодотворное вечернее заседание, спросим у Екатерины Лысенко. Она с нами на связи. Катя, скажи, как развивались события вечером? Да, Алексей, добрый вечер. Скажу, что сегодняшний день был действительно полон прогнозов, но все кадровые решения так и остались в статусе нерешенных. Утром у депутатов был даже алгоритм действия. Они планировали проголосовать за отставку Екатерины Лысенко. После встретиться с потенциальными министрами, после огласиться о создании коалиции, эта коалиция должна была выдвинуть кандидатуру нового премьера. Нового премьера должны были утвердить, также должны были избрать нового спикера, но ничего из этого реализовать не удалось. Кракция блока Петра Порошенко в обед планировала встретиться с потенциальными министрами, но даже и эта встреча не состоялась. И после обеда на вечернем заседании народные депутаты уже не особо охотно комментировали происходящее, даже избегали журналистов в кулуарах. Но все же в блоке Петра Порошенко говорят, что те переговоры, которые длились сегодня час за часом, они застопорились на кандидатурах министров, их так и не удалось согласовать, в том числе и министра экономики, прошу прощения, и министра топлива и энергетики. Я понимаю Гроссмана, он желает видеть этих людей, из которых им будут спираться, а депутаты, разделяющие солидарную ответственность за то, что происходит в Орляде, они тоже хотят видеть тех людей, которых вонои считают, что это профессиональные менеджеры, которые будут способны реформировать галузы. Народный фонд, который тоже является основой коалиции, в данном случае от самого переговорного процесса устранился, они лишь требуют в блоке Петра Порошенко внести кандидатуру, и говорят, что они готовы проголосовать, но опять-таки со своими условиями они требуют, чтобы голосование было пакетным, то есть одновременно и увольняли, и с уникальной, назначали кандидатуру нового премьер-министра. Мы не можем сейчас проголосовать только отставку, потому что если мы после этого не сформуем коалицию в зале, мы даже перевиборы не сможем провести, у нас будет полный паралич системы государственной влады, потому что для того, чтобы провести перевиборы, нужно как минимум выделить деньги, внести изменения в бюджет, а если у нас не будет ни коалиции, ни уряду, то это полный хаос. Когда наши коллеги будут готовы до обговорения, выставления кандидатур на склад уряда и на премьер-министра, мы всегда готовы быть присутствием. Мы готовы будь, когда это сделать, но в день космонавтики, можно сказать, если очень захотят, можно в космос перейти. Что же касается самой атмосферы в зале, то уже на вечернем заседании депутатов было не так уже и много, слабо, но они голосовали за текущие подочные законопроекты, а покидали сессионный зал в слегка огнецённом состоянии, в ожидании тех же кадровых вопросов. Они не думают про процесс управления, они думают про собственные интересы и торги. И поэтому они сегодня просто торгуются за несколько, напевно, посад. Торгуются, потому что хотят просунуть своих людей, которые защищают вузько-корпоративные аглергические интересы в кабинет министров. Я очень надеюсь, что завтра у нас будет новый Кабмин, снова таки. Но, вы знаете, говорят, что президент поставил очень серьезный ультиматум, або Кабмин, або выборы. Такая история. На самом деле депутаты жартуют, но достаточно депрессивный настроек. Само заседание закрыли чуть позже, запланированного, хотя ходили слухи до последнего, что заседание продлят, и все-таки вот-вот и внесут кандидатуру, внесут какие-то решения. Но, по факту, сегодня никаких кадровых решений нет. Нет Яценюка, ни его министров. Сегодня в сессионном зале не появилось. Также не было целый день и Владимира Гройсмана. Он только открыл утром заседание. Не было в зале и лидера блока Петра Порошенко Юрия Луценко. Никаких решений. Возможно, они будут завтра. Но вот отмечу, что завтра среда, и, как правило, депутаты не особо посещают парламент, поскольку завтра короткий день, и в основном в поиске дня вопросы ратификации. Возможно, сегодняшние результаты переговоров, которые сейчас еще продолжаются, внесут какие-то изменения, корректировки в завтрашний день. Алексей. Мы об этом еще подробно поговорим, расскажем зрителям. Спасибо, Катя, за работу. Это была Екатерина Лысенко о том, как торги за портфели застопорили разрешение политического кризиса в Украине. Кстати, о торгах СМИ уже известно немало. Вот так в новом Кабмине останутся, вероятнее всего, на своих должностях министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр иностранных дел Павел Климкин, обороны Степан Полторак и информполитики Юрий Стэц. Из старого состава в новый перейдет и Павел Розенко. Он может стать вице-премьером по гуманитарным вопросам. Новые лица в правительстве, чьи кандидатуры согласованы, это Виталий Ковальчук, он должен занять пост первого вице-премьера, и Иванка Климпус Цинцадзе. Ей прочат пост вице-премьера по евроинтеграции. Вообще не решен вопрос с Минтопэнерго, Минздравом, Минэкономикой, Минкультом и Минобразованием. Министерство культуры, фронтовики хотят Кириленко, а БПП – Нищука. На должность главы Минэнерго обсуждают кандидатуры вице-премьера Геннадия Зубко и Дмитрия Вовка, нынешнего главу Нацкомиссии регулирования энергетики. Споры идут и вокруг Андрея Ревы, возможного главы Минздрава. Претендент на главу Минэкономики вообще неизвестен. Дмитрий Шимкев отказался от этой должности. Список, конечно, не окончательный. Все еще может измениться, ведь, по нашей информации, портфели в будущем Кабмине делят до сих пор и прямо в эти минуты. Наш корреспондент Геннадий Вивденко пытается узнать самые последние новости в администрации президента и обо всем расскажет уже скоро в прямом включении. Дождитесь. Не будет поддерживать правительство Владимира Гройсмана оппозиционный блок. Об этом заявил народный депутат от этой фракции Сергей Левочкин. По его словам, вместо подбора кандидатов по критериям профессионализма сейчас ведутся торги за сферы влияния и контроль над министерствами между БПП и НФ. А пакетное голосование фактически означает сговор ради сохранения власти. Сергей Левочкин подчеркнул, до сих пор нет реальной антикризисной программы, а значит будет продолжен курс на урезание социальных выплат и уменьшение реальных доходов людей. Также нет плана пошагового выполнения минских соглашений. При этом остается все та же стратегическая линия, которая уже завела Украину в тупик. Помочь занять кресло генпрокурора Юрию Луценко пытается его коллега по БПП. Степан Кубев зарегистрировал законопроект, в котором предлагает парламенту разрешить назначать на работу в ГПУ кандидата без опыта работы в прокуратуре. Я напомню, что только вчера лидер фракции ППП заявил, что в принципе готов стать генеральным прокурором, но не может получить эту должность, поскольку не имеет опыта работы в прокуратуре, как ныне этого требует закон. А вот бывший замглавы генпрокурора Виталий Касько просит поставить его дело на паузу. На допрос к своим экс-коллегам сегодня он не пришел. При этом все-таки пообещал явиться к следователю через три дня. Эту отсрочку попросил, чтобы разобраться в материалах дела. Напомню, на днях Касько объявили о подозрении присвоения нескольких квартир столицы. Ордера на эту недвижимость разместила сегодня на своем сайте генпрокуратура. И вот, что по этому поводу говорят в самом ведомстве. А вот автору-организатору другой квартирной аферы элиты центра светит свобода. Что помогло Александру Волконскому, узнавала Елена Митясова. Еще один по льготе главный подозреваемый в организации крупнейшей строительной аферы в Киеве элита-центр Александр Волконский на свободе. Вчера Подольский суд Киева выпустил его из-под стражи, руководствуясь так называемым законом Савченко. Волконский более 7 лет провел в Лукьяновском СИЗО, но приговор за махинации по сей день ему суд не вынес. С 10 октября 2008 года, с 10 октября по 10 апреля у него 7,5 лет. Закону Савченко за 2 в СИЗО это 15 лет. Сейчас Подольским судом принято решение его освободить, но, так сказать, он заявил, что он в суд не будет ходить по настоянию потерпевших и адвокатов, представители потерпевших, принято решение ему нести зарок 300 миллионов гривен, чтобы возместить убыток, так сказать, ну и одеть на него электронный браслет. Сейчас, по словам Жавновского, суд только зачитывает Волконскому обвинение, но ситуация абсурдная. Получается, по тем статьям, которые ему инкриминируют, 15 лет он уже отсидел. Адвокат подозреваемого Виктор Грицюк комментировать что-либо о своем подзащитном отказался, а вот скандал с компанией Элита Центр, напомню, разразился 10 лет назад, в феврале 2006 года. Компания Волконского тогда по три раза перепродала одни и те же квартиры в недостроях, а землю под строительство комплекса Волконский получил в бытность мэром Александра Амельченко. Сейчас он депутат столичного гурсовета. В то время обманутые киевляне даже обвинили городоначальников в сговоре с мошенниками. Сам уже Амельченко все отрицал. После раскрытия преступления пострадавшими признали около двух тысяч инвесторов. Только 15% из них получили компенсацию. Генпрокуратура уже заявила о намерении оспорить решение Подольского суда об освобождении Волконского по закону Савченко в апелляционном суде. Елена Митясова, Валентин Белич, подробности в телеканал Интер. Врачебный приговор. К Савченко допустили российских медиков. Вспомнили те или нет о клятве Гиппократа, расскажет Данил Русаков. Ведомственные врачи Российской федеральной службы исполнения наказания в очередной раз осмотрели Надежду Савченко. Несмотря на плохой пятничный анализ крови, госпитализировать заложницу не стали. Люди в белых халатах постановили состояние здоровья летчицы, не считая удовлетворительным. Несколькими днями ранее адвокаты сообщали, обезвоживание организма сильно продвинулось. Савченко с трудом поднималась по лестнице на четвертый этаж. Откомандированный из Москвы состав врачей в Новочеркасске уговорил Надежду сделать внутривенное вливание глюкозы и хлорида натрия. Но все эти процедуры дают кратковременный эффект. Последствия сухой голодовки остановить сложно. Она требует, чтобы ей предоставили всю информацию о состоянии ее здоровья, чтобы это предоставили ее родным. И кроме того, она требует, чтобы допустили украинских врачей, которые смогут посмотреть результаты этих анализов, провести свои обследования, пока Россия просто молчит. За состоянием здоровья депутата Верховной Рады и делегата ПАСЭ следят и в украинском МИДе. Также защитники сообщили всю информацию получаются слов представителей ВСИН. Никаких медицинских документов ни они, ни сама пленница в глаза не видели. Теперь требуют, чтобы все справки передали им в руки. Служба исполнения наказания по-прежнему молчит. Результат переговоров об освобождении летчицы тоже пока никому не известен. Одно понятно точно. Этапировать заложницу в колонию при таких медицинских показателях тюремщики вряд ли решатся. Данила Русагова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. В Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28. Погибли оба пилота, их тела уже доставили на военную базу. Инцидент произошел ночью возле города Хомс. В Минобороны России уверяют, что вертолет не атаковали с земли. А причину аварии сейчас определяет оперативная группа. По предварительной версии машина упала из-за неблагоприятных условий полета. Пилоты плохо ориентировались на местности, а вокруг была практически полная темнота. Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения танков и любой другой бронированной техники. Дембель Яценюка. Речь не о премьере, а об обычном солдате. О демобилизации в зоне АТО и о том, что придумали в ОБСЕ, чтобы снизить напряжение в самых горячих точках Авдеевке и Зайцеве, расскажет Ярослав Кречко. С казацким чубом, рюкзаком через плечо и улыбкой на лице солдат Яценюк сегодня едет домой. Виктор по-философски отвечает, главная не фамилия, а душа. Но шуток, говорит, на службе хватало. Вместе с Яценюком сегодня на дембель ушло несколько десятков бойцов 58-й бригады. Среди них разведчик Александр Стеценко. Он был одним из первых, кто занимал и удерживал Авдеевскую промзону. О том, что и сейчас в Авдеевке обстановка напряженная, говорят и в ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия в ближайшие 7 дней планирует установить там видеокамеры по обе стороны линии разграничения. Сейчас стороны очень близко подошли друг к другу. В результате там происходят продолжительные бои с использованием стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Сегодня же так называемые зеркальные, то есть по обе стороны линии соприкосновения патрули ОБСЕ работали не только в районе Авдеевки, но и возле Зайцева, где в субботу одна из машин наблюдателей попала под обстрел. Здесь также для деэскалации конфликта планируют установить видеокамеры. Пока только выбирают место. Мы спрашиваем ваше, как экспертов мнение, где лучше установить камеру. В районе вот этого места, раз реально, что если здесь будет камера, все факты будут видны. Мы сподеваемся, что камеры будут установлены так, что они не будут скрывать саме позиции, где находятся наши бойцы. Они будут фиксировать лишь то, где ведется огонь. Пока же вот такие зеркальные патрули ОБСЕ работают только днем. Как только наблюдатели уезжают, боевики продолжают нарушать Минские соглашения. Этой ночью Зайцева в который раз противник обстрелял из минометов. Ярослав Кричко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Нидерланды решили отложить украинский вопрос в долгий ящик. И пока только объявили официальные результаты опроса об ассоциации Украина-ЕС. Против высказался 61% избирателей, явка составила чуть больше 32%. Этого достаточно для того, чтобы плебисцит признать состоявшихся. А вот на изучение итогов референдума и вынесение окончательного решения по поводу ассоциации нашей страны с голландским правительством понадобится около полугода. Об этом рассказали в МИДе Нидерландов и предупредили. Правительство спешить с оценками плебисцита не будет. Свой ответ предоставит ближе к сентябрю и тогда же направит его на рассмотрение в парламент. Кому и за что платить украинская власть не смогла доказать вину бывшего первого заместителя секретариата президента Украины Андрея Портнова в суде ЕС. Европейская Фемида признала незаконным введение международных санкций против политика. Генеральный секретариат ЕС сегодня уже перечислил ему 15 тысяч евро компенсации. Портнов уже написал в фейсбуке, здесь я процитирую, так получилось, что применив международные санкции в конечном итоге Евросоюз сам их и оплатил. Казнить нельзя помиловать. Верховный суд сегодня так и не решил, где нужна запятая в вердикте по делу об увольнении судьи Шевченковского райсуда столицы Дмитрия Кравца и вернул разбирательство обратно в высший админсуд. На пересмотр. Напомню, в декабре 2013 года Кровец запретил нардепам проводить встречу с активистами Майдана в помещении столичной мэрии и силовики получили возможность штурмовать здание городадминистрации. В прошлом году Временная спецкомиссия составила список судей, преследовавших майдановцев. В него попал и Кравец. Позже высший совет юстиции внес президенту представление об увольнении Кравца и еще девяти судей за нарушение присяги. Когда Порошенко издал указ, уволенные служители Фемиды обжаловали его в высшем админсуде. Мол, теперь по закону увольнять можно только в течение года после проступка. А прошло уже больше двух лет. Висновки Вищоадміністративного суду Украины мы считаем неправомирными. Стосование триречного строка для принятия соответствующего решения соответствует статью 58 Конституции Украины. Заява Вищой Ради юстиции задоволена частково. Постанова Вищого админстративного суду від 1 лютого 2016 року скасована, справа направлена на новый судовий розгляд. Я визнав, что я там допустився певных процессуальных помилок. Однако, никаких ознак порушения присяги там немає. Дело Рівненского стрелка. Бывший работник МВД, который ранил двоих дальнобойщиков из стабильного оружия на трассе, вдруг вспомнил о своих правах. Что просил и услышал ли его суд, расскажет Инобелецкая. Его преследуют, его лишили возможности работать, ему не дают защищать родину. Он требует отвода прокурора. Он, это Михаил Бузинарский, бывший замначальника отдела спецопераций МВД, которого судят за нанесение тяжких телесных повреждений из стабильного оружия. На очередном заседании он, впрочем, больше говорит о своих ранениях. Одном в ногу. Потерпевшие возражают. Самострел. У прокуратуры есть распоряжение вытягивания из моей истории хворобы центрального районного госпитала, куда я потрапил в наследок отрывания числа электронных параллель в этом инциденте. Напомним, Михаил Бузинарский устроил стрельбу на трассе Киевчо. Вогонь открыл из стабильного пистолета систему Стечкина по дальнобойщикам. Ведь те посмели сделать ему замечание за опасную езду. Бузинарский долго скрывался, игнорировал следствие и по нашей информации неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Потом его никак не могли найти, чтобы вручить подозрение. Теперь адвокат требует отвода прокурора-обвинителя. Дескать, тот постоянно нарушает права подозреваемого и его защитника. Например, не дает времени ознакомиться с материалами дела. Прокурор считает все это нелепыми обвинениями. Солидарны с обвинителем и пострадавшие. Но председатель Гащанского райсуда просьбу об отводе прокурора удовлетворил. Теперь у Бузинарского будет новый обвинитель. Это значит рассмотрение дела опять затягивается. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревненская область. Мы вернемся к главной теме этого дня о том, как разрешение парламентского политического кризиса в Украине разбилось об неуемные аппетиты возможных членов будущей коалиции. По нашей информации сейчас в администрации президента продолжаются торги за портфели в будущем Кабмине. Что удалось узнать нашему корреспонденту Геннадию Вивденко узнаем у него прямо сейчас. Гена, здравствуй, я тебя приветствую. Есть ли у тебя хоть какая-то информация, что происходит за стенами АП? Алексей, ну действительно в эти минуты проходит заседание так называемой стратегической семерки, в которую входят в частности президент, премьер, спикер, глава СМБО и глава фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко. И вот якобы именно он прямо с совещания в половину пятого стал рассылать депутатом СМС. Фотографию переписки уже растиражировали в интернете. Сначала Юрий Луценко сообщает, что решения по составу Кабмина как не было, так и нет. И поэтому президент ставит дедлайн до шести часов вечера, иначе завтра распустит Раду. Потом уточняют, что все-таки завтра еще будет один день, чтобы договориться. И вот по сообщениям некоторых СМИ спорными оказались позиции новых министров по квоте блока Петра Порошенко. Владимир Гройсман якобы отстаивает кандидатуру Юлии Ковалив на пост министра экономики. Но пока не все с этим согласны. Пока никто из семерки к журналистам не выходил. Заседание, Алексей, продолжается. Хочется отметить, что тем временем прошел еще один день премьерства Арсения Яценюка. Спасибо, Гена, за работу. Геннадий Вивденко был с нами на связи из-под администрации президента. Ну вот, кстати, будущее правительство, если его все-таки сформируют, окажется без любимой подстраховки нашего политикума. Ведь валить на попередников уже не получится. Все они, по сути, люди одной команды. Ну, а если перекладывать вину, то придется ведь и сажать. Ждут ли Украину громкие судебные дела после ротации Кабмина? Анализировали наши корреспонденты. Сергей Пашинский соратник, друг и однопартиец пока еще действующего премьера. О его темных делишках в прессе заговорили еще в прошлом году. Коллеги-нардепы из антикоррупционного комитета утверждали, что он может быть причастен к хищению и распродаже нефтепродуктов беглого миллиардера Курченко. Но дело быстро замяли, мол, нет состава преступления. Хотя и нефтепродукты, и деньги исчезли. На этот вопрос ответа нет до сих пор. Как и на вопрос, был ли причастен Пашинский к рейдерскому захвату кондитерской фабрики Житомирский Ласащи? В этом его обвинили в самой компании. В НАБУ по заявлению председателя НАПСовета фабрики завели дело еще в конце прошлого года. Но результатов ноль. Пашинского лишь раз вызывали на допрос. Дадут ли ход этим делам правоохранители после увольнения Яценюка? Политологи сомневаются. Когда сформирована коалиция на двоих, я не вижу никаких представлений, чтобы были порушены какие-то правы против команды, против членов Народного фронта, потому что это подсказит под загрозу существования коалиции. Вряд ли возобновять дело и против кума и друга Яценюка Андрея Пышного, главы правления Ощадбанка. Он вместе с топ-менеджментом банка в мае прошлого года летал в Варшаву на футбол, чартером. Утверждал, что за собственные деньги. Однако этим заинтересовалась прокуратура. Оказалось, что чартер обошелся в 459 тысяч гривен. И эти деньги перевела некая частная фирма из Лондона. В ГПУ посчитали, что это уголовная статья использования служебного положения. Дело передали в МВД, но потом закрыли. Кто этому поспособствовал? Видимо, на этот вопрос пока правоохранители не смогут дать ответ. Еще одно громкое дело прошлого года заявление отстраненного главы Фининспекции Николая Гордиенко. Чуть позже он рассказал и о сумме хищений. Расследовать озвученные факты взялись нардепы и создали рабочую группу. Некоторые факты подтвердили. В ГПУ заявили, они доказательств не нашли. Будут ли искать сейчас? Очевидно, сейчас случилась такая политическая ситуация, которая позволяет Арсению Петровичу получить иммунитет не только в отношении самого себя, так и в отношении своих соратников. Сейчас мы не увидим громких дел. Это совершенно очевидно. Потому что сейчас падает ситуация. Взаимоблокирующая позиция и Народного фронта, и БПП. Домовленность и заявка про подставку это, кроме всего иного, гарантия, которую получил Арсений Петрович. Больше того, намагание, и мы увидим, что это будет втелено в жизнь, проголосовать одночасно с подставкой признание работу задовольную. Как раз говорит про то, что они хотят сами отримать гарантии и долгенцию, потому что признана работа незадовольна, это и подставы. Наступникам все-таки разбираться в таком способе они хотят себя обеспечить. Скорее всего, говорят политологи, этими расследованиями займутся. Но очень не скоро. Андрей Кровец, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Главного евроскептика Великобритании подозревают в махинациях. Найджела Фараджа, лидера партии ЮКИП, обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств для агитации против Украины на недавнем референдуме в Нидерландах. Больше подробностей знает наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Под прицелом Евросоюза главный его критик. Расследование против Найджела Фараджа, лидера партии независимости в Великобритании начали в Европарламенте. Деньги из казны ЕС он тратил на пропаганду. Вот она агит-листовка размером с целую газетную полосу. Печатали ее как рекламу в голландских медиа и собирали подписи против ассоциации Украины с ЕС. Больше 300 тысяч собрали прошлой осенью и инициировали референдум. Сам Фарадж накануне голосования неоднократно приезжал агитировать в лагерь противников соглашения. Большие банки, большой бизнес и большая политика, грешная троица, которая решает наше будущее. Единственный способ бороться с ними это дать отпор во время референдумов по Украине в Нидерландах и о членстве Великобритании в ЕС. Сумму на черный пиар потратили не космическую 31 тысячу евро. Дал ее Институт прямой демократии в Европе некоммерческая организация выделяющая средства для партий Европарламента. Но направили их на очернение евроинституции. Это и возмутило коллег. И те припомнили Фараджу все грехи. В то время, как в Европе и Великобритании остро стоит проблема безработицы, считает ли мистер Фарадж честным использовать деньги налогоплательщиков, а именно свое пособие на административные нужды, чтобы нанять на работу свою жену Кирстен, да еще и бывшую пассию Аннабель Фуллер? Не вижу нужды отвечать. Отвечать на неудобные вопросы парламентариев, правда, уже в Лондоне, пришлось и премьеру королевства. Кэмерон в палате общин отбивался от скандала с панамскими документами. Проигнорировать критику не получилось. Я опубликовал все свои налоговые декларации за последние шесть лет. Это беспрецедентный случай. Хочу добавить, что обвинения в адрес моего покойного отца очень ранили меня и были несправедливы. Он честно вкладывал средства в фонд не семейный, а коммерческий. Подобные инвестиционные компании, которые все операции осуществляют в долларах, часто находятся за границей. Это стандартная схема, не предназначенная для отмывания средств. Разоблачения с офшорами больно ударили по имиджу Кэмерона как раз в то время, когда он активно призывает граждан Великобритании остаться в ЕС. От успеха компании будут зависеть результаты референдума. Тут сфара джеманий в разных лагерях. Один борется за единую Европу, другой пытается союз развалить. Каждый голос сейчас на счету, ведь мнения в британском обществе разделились почти поровну. А до голосования остается чуть больше двух месяцев. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. Президент Турции против немецкого сатирика. Реджеп Таип Эрдоган подал иск в прокуратуру города Майнц против юмориста Яна Бемермана. Что обидело турецкого лидера и как реагирует официальный Берлин, все расскажет Татьяна Лагунова. Сатирический скетч как повод для громкого дипломатического скандала. Германия и Турция ругаются из-за ролика длительностью две минуты. Причем в скандал вовлечены не только юристы, дипломаты и министры, но и первые лица двух государств. Эта история началась еще на прошлой неделе, когда известный немецкий сатирик зачитал в эфире канала ЦДФ оскорбительный стих о президенте Турции. Шутки были действительно ниже пояса, но Ян Бемерман сделал это специально, чтобы на пальцах объяснить грань между допустимым юмором и грязными оскорблениями, которые и в Германии под запретом. И таким образом отреагировать на то, что несколькими днями ранее Анкара возмутилась из-за довольно безобидной сатирической песни про Эрдогана, тоже показанной на немецком телевидении. Своеобразный ответ сатирика понравился не всем, скетч удалили из медиатеки канала, а его выход в эфир пришлось комментировать пресс-секретарю немецкого правительства. Что касается конкретного текста, то мы согласны с властями Турции. Он был намеренно оскорбительным. Анкару объяснения и извинения не удовлетворили. Власти Турции обратились к немецким коллегам с просьбой начать расследование этого инцидента. А сегодня президент Эрдоган лично направил заявление в прокуратуру Майнца с требованием привлечь Бемермана к ответственности. Президент Эрдоган подал жалобу лично по статье 185 оскорбление. Кроме того, Турция обратилась к немецким властям с просьбой начать расследование. И если Берлин согласится, Бемермана могут обвинить по статье 103 оскорбление иностранного лидера. По ней наказание более суровое. Если немецкое правительство даст добро на судебное преследование, сатирику грозит до трех лет тюрьмы. Выбор должна сделать Ангела Меркель. И выбор этот очень непростой. С одной стороны, канцлеру нужно отстаивать свободу слова. С другой, ей совсем не хочется бить горшки с турецким президентом, который пообещал остановить поток беженцев в Европу. Татьяна Луганова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Атака на заповедник. На территории Национального природного парка Голосейский неизвестные в ночь на воскресенье вырубили около сотни деревьев ценных пород. Кто остановил злоумышленников и кем были эти браконьеры, выясняли мои коллеги. С одной стороны железная дорога, с другой оживленная трасса. Все, что хоть как-то спасает жителей Охотского переулка от пыли и шума, это деревья урочище бычок. Ничего, это железка. Вот что, ну, глянь. Видите? Над домом. Тут трасса. Если вырубать, так тут жить. Там ЖБК, цемент. Вот там пыльнушка. Если не станет деревом, то кто-то вообще будет. Даже сгорода ничего не здесь, если бы пыль, все будет тут. В ночь на воскресенье неизвестные вырубили в урочище около сотни деревьев. Остановили злоумышленников местные жители. Два часа ночи шесть бензопил моментально завелись. И вот за 15 минут 105 дарил. Мы их не видели. Мы пока выскочили, вот это все было повалено. Ну, повыходили и это, чуем, что бензопилы работают. Я чувствую, выстрелы еще, стреляли. Кто стрелял, я не знаю. На место сразу же ночью выехала полиция. Но задержать браконьеров не удалось. Мы изъяли шесть чехлов от бензопил. То есть мы подозреваем, что как минимум было задействовано шесть человек. На момент прибытия группы уже никого не было на месте. Мы рассматриваем все возможные компании, которые на сегодняшний день так или иначе фигурируют в данном производстве. Моментальная реакция местных жителей вполне объяснима. Этот участок национального природного парка лакомый кусок для застройщиков. И несмотря на то, что указом президента с 2007 года урочище «Бычок» часть заповедника, уже через два года компания «Авестабуд» заключает договор с Евсоветом на аренду этой земли. Еще при мэре Черновецком компания получила в пользование почти три гектара. С тех пор на этой территории появлялись разные строительные вагончики, но усилиями местных жителей их убирали. А такой ночной набег впервые. Мы попытались выяснить, причастны ли к вырубке якобы законные арендаторы «Авестабуд». Найти их номер оказалось непросто. По двум указанным адресам в Киеве, юридическому и фактическому, общежитие и жилой дом. И здесь о компании ничего не слышали. Ближе к вечеру удалось дозвониться. Директор фирмы утверждает, деревья вырубили не его рабочие и собирается даже охранять территорию. В Киевсовете к делу подошли со всей ответственностью. Еще со вчерашнего утра выясняют, кто браконьеры и каким образом «Авестабуд» получила этот участок. Сейчас стоит вопрос в каком случае эта земельная отделка попала до этой компании. И благоустрой туда выехал наш департамент благоустрой и департамент земельных ресурсов, а также направленные запреты до ДАБИ, до национальной полиции, чтобы они разобрались. Сейчас я получил ответ от департамента ресурсов, что действительно эта земельная отделка используется «Авестабудом» и она используется «Авестабудом» соответственно инвестирование. Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Фейсбуке написал «Дело открыто, незаконные лесорубы будут наказаны». В Киев-Горсовете обещают разобраться ситуации до конца недели. Ольга Теребинская, Егор Логинов, Екатерина Доброгорская, Вячеслав Ролов. Подробности телеканал «Интер». Фракция «Блок Петра Порошенко» инициирует досрочные выборы депутатов Катюбинского поселкового совета в Киевской области. Об этом заявила народный депутат от БПП Ольга Червакова. Фракция уже подала на регистрацию проект постановления о досрочном прекращении полномочий Катюбинского поселкового совета и назначении новых выборов. По словам Черваковой, в Катюбинском состоялся переворот. Законно избранного председателя поселкового совета Ольгу Матюшину устранили силовым путем. Напомню, в ночь с 8 на 9 апреля депутаты партии «Новые лица» захватили здание поселкового совета в Катюбинском и составили постановление о недоверии Матюшины. Поэтому утверждают в БПП и нужны перевыборы. Это фактически полное нехтывание законом и паралич пропонуется достроково прекратить повноважение Катюбинской селищной ради призначити там позачерговые выборы. Три дни Катюбинске находится в таком стане в турбулентности. Люди стоят бля селищной ради, вымагают повернуть им легитимно обрану селищную голову и восстановить нормальный правопорядок на этой территории и местное самоврядувание. На Мариупольском направлении ситуация немного разрядилась. За последние сутки со стороны боевиков втрое меньше обстрелов, чем предыдущие дни. А вот вблизи оккупированного Докучаевска враг пытается выбить наших солдат с господствующих высот. С подробностями Руслан Смещук. Передовые позиции украинской армии вот там внизу меньше чем в двух километрах находится оккупированный боевиками Докучаевск. Вот из-за этого террикона, из-за тех зданий они периодически открывают огонь по этим позициям. А еще работают минометы, гранатометы, тяжелые пулеметы. Господствующие высоты вокруг Докучаевска сейчас полностью под контролем армейцев. Их шквальным огнем периодически пытаются сбить с терриконов. Василек тур пролетал ДЖК как обычно блокпостов Докучаевска за террикона чернуто. Впрочем украинские солдаты долго не терпят. При возникновении опасности бьют в ответ. В прокрации были стрелковые оружие около шестой часа по нам запустили тур. Мы также ведем в огонь только в ответ по их позициям. Звучи они по нам ведут в огонь. Из-за эффективного ответного огня и полного доминирования на всех стратегических высотах вокруг Докучаевска у боевиков бывают приступы паники. Мол, скоро ВСО окончательно замкнут окружение города и устроят там котел. Кроме того, по сообщениям разведки, активность начали проявлять и российские военные. Есть информация о том, что россияне подходят, но они становятся заградотрядом, так называемым, за сепаратистами, дабы их не выпустить. в основном стреляют по нам только незаконные банформирования. Так что тут ситуация остается напряженной, а вот в других точках мариупольского сектора наоборот наблюдается временная стабилизация. За текущие сутки стреляли в два-три раза меньше, чем вчера и позавчера. Зафиксировано 9 обстрелов по всей линии разграничения. Провокации однако не прекратились. В безыменное прибыл в отожок бандитов Захарченко с конкретным заданием обострить ситуацию. Украинские подразделения тут приведены в состояние повышенной боеготовности. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Исторический визит госсекретарь США Джон Керри стал первым высокопоставленным американцем, который посетил японскую Хиросиму после атомной бомбардировки города. С подробностями наш собственный корреспондент США Тихон Зятко. Госсекретарь США Джон Керри оказался в Хиросиме не случайно. В Японии проходила встреча министров иностранных дел стран Большой Семерки. Однако сам факт визита главы американской дипломатии едва ли не никаких разногласий и острых углов. Переговоры в атмосфере полного спокойствия. Толпа восторженными криками приветствовала министров, когда они направлялись к парку мира, где возложили венки к мемориалу. Все это сопровождалось серьезными мерами безопасности, а освещать события приехали сотни журналистов со всего мира. Но, пожалуй, именно Джон Керри был главным действующим лицом. Побывав в мемориале и музее, мы понимаем, насколько важно извлекать уроки из прошлого и реализовывать их в настоящем и будущем. Этот музей напоминает нам о тех серьезных обязательствах, которые лежат на каждом из нас. В результате американской атомной бомбардировки 71 год назад, в 1945-м, Хиросима была полностью уничтожена. И символизм визита Керри, по мнению аналитиков, может означать и новую страницу в отношениях Японии и США. Впрочем, дальше больше в Белом доме рассматривают возможность визита в Хиросиму и президента Обамы. В мае он будет в японском Иссе Симе на саммите Большой Семерки и не исключено на несколько часов заедет и в Хиросиму. Состоится это или нет, пока не ясно, но если это все же произойдет, то станет вторым только за три месяца историческим визитом Обамы, после того, как в конце марта он стал первым за многие десятилетия американским руководителем, посетившим Кубу. Тихон Зитко, Никита Исаико, подробности Американское бюро Телеканал Интер. Ватикан на страже нравственности. Как в резиденции Папы борются с обнаженкой. Съедобное свадебное платье в Великобритании и самый быстрый кабриолет в мире. Все подробности узнаете из нашего обзора. Казус в Ватикане. На въезде в резиденцию Папы Римского застряла фура с откровенной аэрографией на кабине огромным рисунком обнаженной женщины. Поближе к Святейшему Престолу водителя грузовика не подпустила полиция. Груз не проверяли, но вот даму топлиц замаскировали. Заклеили грудь бумажными листами. Только после этого дали добро на проезд. Продаются роскошные апартаменты покойного Луча на повороте в Нью-Йорке. Две квартиры легендарного итальянского оперного певца общей площадью 1300 квадратных метров с видом на Централ Парк. Эту недвижимость на 23 этаже фешенебельного жилого комплекса оценивают в 20,5 миллионов долларов. В США определили самую быструю машину с открытым кузовом. Тест на скорость провели на военно-морской базе в Калифорнии. Суперкар Хеннесси в Веном GT Spider показал рекордную скорость 430 километров в час. Родстер оснащен 7-литровым твин-турбо-двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. До сотни километров в час разгоняется меньше, чем за 2,5 секунды. Сладкое свадебное платье создали в Великобритании. На пошив наряда ушли тысячи листов съедобной вафельной бумаги, 3 килограмма декоративных кружев для тортов, а еще 35 килограммов помадки. Главный недостаток платья десерта носить его нельзя. Трио модельеров-кулинаров трудились над нарядом 13 дней. Теперь хотят продать на кондитерской выставке в Лондоне. Гигантского питона весом 250 килограммов нашли на стройке в Малайзии. Рабочие случайно наткнулись на гнездо, перетащили змею в кабинет прораба и ухаживали за ней. Рептилию длиной 7,5 метров поили и кормили мышами, которых ловили на стройплощадке. В выходные дни посмотреть на гиганта приходили толпы малазийцев. Один из посетителей предложил строителям за питона 1300 долларов, но те отказали. Как звучит обычный кактус показал немецкий диджей Даниэль Гурский. Музыкант использует колючие растения для создания своих треков. Касается иголок как струн и получается вот такая мелодия. Оказывается, иголки разной высоты звучат по-разному. Гурский превращает звуки в сэмплы и накладывает на них бит. Миллионы на чердаке. Как прохудившаяся крыша старого тулузского особняка внезапно сделала домовладельца богаче на 120 миллионов евро. А историков, искусства и любителей живописи немного счастливее. Подробнее о громкой находке расскажет София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Полотно высочайшего мастерства в технике света и темноты. Такие Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо, выпивоха и задира наделенной божьей искрой писал свои тучные годы, когда еще жил в Риме, не имел недостатка в заказчиках и деньгах и папа римский Павел V не выгнал его из вечного города за убийство. На картине ЮДИФ свежа и молода, рядом старая служанка, внизу Алаферн в Агонии. Этот ветхозаветный сюжет любил и сам художник, и его состоятельные клиенты. Нынешний владелец камер избегает. Два года назад в старинном особняке 17 века в пригороде Тулузы потекла крыша. Владелец решил подняться на чердак, посмотреть, что к чему, а заодно и прибираться в кои-то веки. Нашел картину, покрытую пылью, как мхом. Вызванный антиквар находку осмотрел. Картина была немного подпорчена справа и настолько покрыта пылью и грязью, что рассмотреть, что на ней мы не могли, но композиция проглядывалась. Два года полотно чистили, изучали под рентгеном, проверяли состав красок и возили в Лувр. Сегодня сомнений почти не осталось. Это кисть Караваджо. Караваджо мастер деталей, нюансов, до самых кончиков грязных ногтей служанки. ЮДИФ, отсекающая голову Алаферну, оценена в 120 миллионов евро. По закону у Франции есть 30 месяцев, чтобы купить произведение первой. По истечении этого времени картину могут выставить на аукцион. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Вот такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова